Добрый вечер! На календаре 22 февраля воскресный эфир общественного телевидения НКР продолжает русскоязычная программа Вестник. Предлагаем вашему вниманию специальный выпуск Вестника, посвященный прошедшему с 12 по 14 февраля в столице Армении первому российско-армянскому молодежному форуму. Дорогие друзья, через несколько минут в конференц-зале четырехзвездочного отеля города Еревана Ани начнется первый российско-армянский молодежный форум. Он проходит в рамках подписанного три года назад между Россией и Арменией долгосрочного соглашения об экономическом сотрудничестве до 2020 года. На форум съехались около 40 представителей России, а также делегаты из Белоруссии и Казахстана. Около 150 человек представляли Армению, а в её составе и Арцах. Участники форума собрались с практической миссией. Это, в принципе, в своем формате уникальный форум, потому что это первый российско-армянский молодежный форум, где собрались молодежные лидеры, представители молодежных организаций, государственные чиновники из обеих стран, и из Армении, и из Российской Федерации, чтобы осудить некоторые общие проблемы. И самое главное, что мы ожидаем от этого форума, то это горизонтальные связи между участниками, чтобы они познакомились друг с другом, наладили какие-то связи. И, в принципе, в итоге форума мы попытаемся получить какой-то итоговый документ на будущий год или несколько годов для сотрудничества между российскими и армянскими молодежными организациями и лидерами. Торжественное открытие форума началось с исполнения гимнов Армении и России. Было оглашено приветственное письмо министра спорта и по вопросам молодежи Армении Габриэла Казаряна. Министр выразил убежденность в том, что первый подобный форум станет стимулом для укрепления связей между двумя государствами, обмена опытом и идеями интересных совместных проектов. Зам министра спорта и по вопросам молодежи Армении Арсен Карамян призвал укрепить традиции армяно-российской дружбы, заметив, что форум проходит в особенный временной период – в преддверии столетия геноцида армян. Всем участникам форума были розданы значки, незабудки, символ сотой годовщины геноцида армян в Османской империи. Далее были оглашены приветственные послания посла России в Армении Ивана Волынкина и руководителя Федерального агентства по делам молодежи России Сергея Поспелого. Рад приветствовать организаторов, делегатов и гостей столь своевременного и представительного мероприятия, которое проходит в эти дни в Ереване. Миссия форума предполагает развитие международного молодежного сотрудничества и вовлечение молодежи России и Армении в социально-экономическое развитие наших стран. Именно такие дискуссионные площадки являются незаменимым механизмом, позволяющим сближать позиции и вырабатывать единую точку зрения на ключевые проблемы, включенные в повестку дня. В ходе тематических секций вам предстоит рассмотреть актуальные вопросы, в том числе связанные с развитием Евразийского экономического союза. Прошу уделить этой теме особое внимание. В 2011 году Владимир Владимирович Путин в программной статье «Новый интеграционный проект для Евразии. Будущее, которое рождается сегодня», изложил основные подходы к формированию ЕАЭС. Всего за 4 года наш интеграционный проект вышел на качественно новый уровень и сегодня открывает широкие перспективы для экономического развития, создает дополнительные конкурентные преимущества, в первую очередь для молодежи. Своевременное осмысление новых требований, предъявляемых к евразийской интеграции, становится существенным условием жизни входящих в нее стран. И именно вам предстоит в недалеком будущем формировать общие политические, экономические, социальные, научно-технические и культурные траектории взаимодействия России и Армении. От вашей инициативности, вдумчивости и последовательности будет зависеть процветание наших стран. Желаю всем участникам форума благотворной и содержательной работы установления новых деловых контактов, добра и благополучия. Чрезвычайный полномочный посол Иван Кириллович Волынкин. Участникам мероприятия направили свои приветственные слова министр образования и науки Дмитрий Ливанов. Позвольте зачитать приветственное слово. Дорогие друзья, рад приветствовать организаторов, участников и гостей первого российско-армянского молодежного форума. Между Россией и Арменией исторически сложились крепкие, добрососедские и партнерские отношения. Наши страны на протяжении долгих лет традиционно сотрудничают во многих областях экономики, политики, культуре и науке, а также в области молодежной политики. В неформальной обстановке участники перезнакомились и тут же рассказали о своих трех новых друзьях. Елена Сергеевна из Екатеринбурга. Кстати, мы будем участвовать в одной и той же секции по 70-летию победы в Великой Отечественной войне. И она мне предложила вот очень интересную идею по вальсу победы, который будет транслироваться онлайн, в онлайн-режиме, в соцсетях. И мы тут же поддержали. И разработаем, и везде тоже будет у нас уже проводиться этот вальс победы. Ну, во-вторых, познакомился я с Максимом из Петрозаводска. Ну, правда, у нас несколько раз сходятся интересы. Он немножечко в экономическом направлении, но тем не менее пригласил. У нас сходятся интересы в том плане, что у них намечается в апреле проведение молодежного евразийского экономического форума. Может быть, встретимся и в Петрозаводске, не знаю. Ну, и еще познакомился я из молодой гвардии Единой России. И Москва. Это Виталий. А у Виталия, честно говоря, программа актуальная для России, может быть, чуть больше. Для Армении тоже она представляет интерес. Это борьба с продажей алкогольных напитков, нарковеществ, в том числе молодежи. Мы тоже будем готовить такие программы, антипрограммы, антипропаганды. Все контакты у нас есть, у них мои, у меня их. Мы будем работать. Спасибо форуму. Далее работа форума продолжилась в четырех секциях. Перспективы экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС, общественная дипломатия и молодежный парламентаризм, сотрудничество государства и молодежных организаций. Ваш покорный слуга и Армина Петросян участвовали в секции «Межкультурный диалог» в рамках 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Я председатель молодежной организации Айки Сарюн, что в переводе означает «поколение Айка». Айка – это наш родоначальник, кто не знает. В основном наша организация занимается патриотическим воспитанием молодежи. У нас там разные проекты. Нами был показан третий выпуск рубрики «Победители» программы «Вестник общественного телевидения НКР», удостоившейся позитивной оценки всех участников. Суть акции заключается в том, что в всех странах, которые участвовали в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, в субъектах Российской Федерации, кто поддержит эту акцию, 9 мая провести такой флешмоб в виде танца-вальса под военные песни. И затем ребята, молодые студенты и все те, кто активны, готовы поддерживать эту акцию, встают в слово «спасибо». В знак благодарности нашим бабушкам и дедушкам за победу. В первый же день работы по нашему предложению перед кофе-брейком секции исполнили куплет из песни времен Великой Отечественной войны «Катюша». Первый рабочий день завершился официальным ужином с участием министра спорта и по вопросам молодежи Армении Габриэла Казаряна. Наши страны чем велики? Мы должны быть великими тогда, когда молодежь у нас очень умная, опытная, то есть видит вперед. И я могу констатировать, что и в Армении, и в России, то есть однозначно у нас именно есть вот такая молодежь. Ну, желаю проведения очень благоприятного форума, который проводится сегодня и завтра, послезавтра. Удачи вам всем, и я хочу, чтобы вы всегда дружили, наши молодые люди, как от Армении и от России вместе. Дружба решает все. Кстати, на фуршете подавались лучшие арцахские вина. Участники форума обменялись подарками. Подарки были преподнесены и от имени арцахцев. Работу второго дня форума его участники начали с возложения цветов на тетернокоберте, увековечивающем память жертв геноцида армян и в парке Победы в дань уважения памяти погибших в Великой Отечественной войне. Одно из деревьев на мемориале посажено министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. После церемонии возложения цветов к вечному огню участники форума побывали в музее геноцида армян. Возложение цветов состоялось и в парке Победы у величественного монумента «Мать Армения». Я участвую в секции «Общественная дипломатия, молодежный парламентаризм», где обсуждаются вопросы, в частности, за масса сотрудничества в рамках Евразийского союза, а именно выработка механизмов по информированности среди населения, среди общества о целях и задачах данного союза. Потому что, как выяснилось, многие участники, в том числе и общественность, как в России, так и в Армении, крайне затрудняются ответить на вопросы, с какой целью был создан подобный союз, какие цели преследует, насколько выгодна деятельность этого союза в нашем формате. Данной секции мы смогли установить отношения с фондом Горчаков, который работает при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, и участие, в частности, на различных форумах данного фонда представителей на Горном Карабахе, имени общественности, общественных организаций, действующих на Горном Карабахе. Фонд проводит также ежегодно форумы «Кавказский диалог» на Северном Кавказе, где участвуют все народности из Северного Кавказа, в том числе и Южного Кавказа. Нам также была представлена программа по разработке общего плана действий общественных организаций Армении и России. Во второй половине дня секции продолжили свою работу. Патриотическая секция, с учетом прозвучавших, в том числе с нашей стороны, предложений, разработала план мероприятий. С целью привлечения внимания общественности к проблемам, возникшим, вследствие геноцида армян, поддержать акции против геноцида, посвященные столетию геноцида армян, съемки роликов, флэш-мобы, размещения в социальных сетях Российской Федерации. С целью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, поддержать и содействовать объединенному проведению акций «Бессмертный полк» в Республике Армении и Российской Федерации, «Песни военных лет молодежи ветеранов в социальных сетях», «Вальс Победы», проект «Наша общая победа», онлайн-конференции с ветеранами и молодежью Российской Федерации и Армении. С целью оптимизации информационного пространства, межкультурного диалога, содействия развитию сферы молодежной политики и работы с молодежью, создать группы в социальных сетях Российско-армянского форума, сделать ссылки на ведущих сайтах патриотического воспитания России и Армении на соответствующие сайты других стран, всем участникам опубликовать отзывы о прошедшем форуме, поддержать организацию мероприятий, нацеленных на диалог культур, обмен фильмами, фотовыставки, фестивали, литературные чтения, организации мероприятий по случаю юбилеев и так далее, создание межнациональной волонтерской книги, учитывающейся при устройстве на работу в двух странах и так далее. С целью содействия раскрытия потенциала молодежи России и Армении, представления инструментов и возможностей для ее самореализации на территории двух стран в интересах социально-экономического, общественно-политического и межкультурного сотрудничества Армении и России, развития межнационального общения, поддержать организацию и проведение форума молодежных проектов «Россия-Армения», включить в программу форумов направления проекты в сфере молодежной политики двух стран, проекты, направленные на развитие экономических отношений России и Армении, проекты, направленные на развитие молодежного туризма, проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи и проекты, направленные на защиту памятников и культурного наследия двух стран. С целью улучшения качества работы по результатам форума на втором российско-армянском форуме предоставить отчет и анализ результатов проведенных мероприятий и проделанной работы. Все вышеперечисленные инициативы секции открыты для участия всех желающих. В конце рабочего дня на пленарном заседании секции представили свои разработки. На их основе было составлено зачитанное руководителем Центра молодежных программ Минспорта и по вопросам молодежи Армении Давидом Айропетяном обращение форума, адресованное представителям органов государственной власти и молодежи России и Армении. В обращении в частности содержатся следующие пункты. Помнить и осудить геноциды армян, так как неосужденные преступления рождают новые. Учесть важность сохранения историко-культурного наследия, развития межкультурного диалога между молодежью России и Армении. Принять меры по недопущению фальсификации итогов Великой Отечественной войны. Активно поддержать мероприятия в честь 70-летия победы Великой Отечественной. Обратить внимание на необходимость изучения и использования таких преимуществ Евразийского экономического союза, как свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Учесть важность проведения регулярных встреч молодых предпринимателей России, Армении и других стран СНГ. Продвигать сотрудничество молодежи двух стран в средствах массовой информации и молодежной среде, делая особый акцент на интернет-пространство. У нас есть договоренность о некоторых проектах совместных. Я о некоторых скажу. В частности, мы предложили представителям некоторых молодежных организаций России присутствовать на нашем ежегодном лагере, который состоится в 2015 году в июле-августе. Дальше мы договорились наладить контакты со скаутами, российскими скаутами. И в-третьих, у нас есть договоренность о поддержке открытия русских кабинетов во всех школах Карабаха. Мы надеемся, что все эти договоренности обязательно найдут свое притворение. На мой взгляд, главная миссия форума заключается в том, что она положила начало молодежному международному сотрудничеству, в частности, между молодежью Армении и Россией. И действующие секционные площадки, дискуссионные площадки создали благоприятные возможности для того, чтобы молодежь и российская, и армянская обсуждали совместно проблемы, которые существуют в сфере молодежи обеих стран, а также выработали единые позиции в вопросе решения вот этих проблем. Также очень важен обмен опытом между молодежными организациями, общественными организациями двух стран. Очень хочется надеяться, что работа форума не будет носить декларативного характера. И все то, что намечается провести в течение года, 2015 года, хотелось бы, чтобы все эти планы были притворены в жизнь. Итоги форума подвел руководитель Федерального агентства по делам молодежи России, Росмолодежь, Сергей Поспелов. У нас же такое дружественное мероприятие. Можно я чуть-чуть неформально так подведу итог? Вы знаете, я съехал сюда с чувством небольшой напряженности, потому что я не знал, как вы отнесетесь к нашему визиту. Я не знал, насколько действительно интересна российская молодежь, российская политика, армянская молодежь и вообще армянскому народу. Мы встретились с нашими коллегами и были на мемориале геноцида армянского народа. Мы абсолютно четко понимаем и разделяем чувства, которые есть у армян, у армянской молодежи. И здесь мы с вами абсолютно солидарны, потому что те моменты, которые пришлось пережить армянскому народу, Армении, они очень близки и России, и другим народам, в том числе и постсоветского пространства. У нас с вами очень много объединяющих факторов, объединяющих исторических дат, в том числе и в первую очередь 70-летие победы в Великой Отечественной войне. 9 мая для Армении и для армян вообще сакральный праздник. Это праздник трех праздников. 9 мая это и победа в Великой Отечественной войне, и день освобождения древнего города Армении. И сегодня мы пообщались на эту тему на радио «Спутник». Буквально только что записали передачу, оттуда вот я как раз к вам и приехал. Меня поразила встреча с студентами Российско-Армянского университета. Настолько глубокие вопросы, которые касались совершенно насущных тем и очень открыто задавались студентами. Это значит о том, что не просто для проформы они встречаются, действительно у них есть интерес. Наш форум, я уже говорил об этом, происходит в крайне важный исторический момент. Это не пустые слова, это правда. Мы с вами, крайнее поколение, я уже об этом говорил, которое напрямую может общаться с живыми ветеранами Великой Отечественной войны и из их уст услышать правду об этой войне. И наш с вами долг, долг нас как молодого поколения, в первую очередь как носителей исторической памяти, исторических ценностей, донести это до наших детей, чтобы они это узнали от нас как аксиому и не допустили того, чтобы кто-то использовал различные моменты или такие вот псевдоисторики, как некоторые сопредельные с Россией, с Украиной государства. Для меня понимание того, что дружба между государствами начинается с дружбы молодежи, абсолютно очевидно. Если мы сегодня с вами установим контакт между нашими молодежными сообществами, между студенческими объединениями, между вузами, да просто обменяемся телефонами или начнем переписываться в социальной сети, будь то предприниматели или общественники, на бумаге мы зафиксировали свои отношения или просто в жизни, то это будет основой для 20-летней, 30-летней и так далее дружбы, которая нам крайне важна. Поверьте, не просто так на постсоветском пространстве, на пространстве Евразии образуются союзы. В отношениях России и Армении никогда не было впереди идущих экономических отношений. Нет. Но сегодня мы с вами находимся в едином экономическом пространстве. Это шанс для двух государств. Для нас это стабильный, прозрачный, понятный, верный, исторически подтвержденный партнер, который может нам помочь в трудной ситуации. Для Армении и России, это огромный рынок, 170 миллионов человек. Вы должны с полным осознанием того, что от вас, как от крайнего поколения, которое действительно знает правду об отношениях, может ее получить из уст героев, несет на себя ответственность будущего отношения наших стран. И сегодня, когда мы видим, что все сильнее и сильнее информационные войны и другие инструменты применяются, пора вспомнить историю, которая ничему не учит. История – это учитель, который наказывает, если урок плохо выучен. Поэтому давайте будем хорошими учениками и учить уроки истории наших отцов, дедов и прадедов. В торжественной обстановке было подписано соглашение о сотрудничестве между Российским международным молодежным центром и Центром осуществления молодежных программ Армении. Вечером того же дня в ресторане «Старый Ереван», перед которым молодежь праздновала «Сретение Господне» Трендес, и бойко перепрыгивала через костер, состоялся праздничный ужин с участием министра спорта и по вопросу молодежи Армении Габриэла Казаряна, в ходе которого прозвучали песни, в том числе знаменитая песня о карабахце с последующей подачей карабахских кушаней, а также тосты и пожелания. Добрый вечер, друзья! На самом деле, друзья, модератор нашей секции, миловидная Нелли, просила всех настойчиво, чтобы мы запомнили друг друга по именам. Честно говоря, я не помню имен всех сидящих, но я убежден более чем, что каждый из сидящих – это уже мой друг. Спасибо! Хочу завершить четверостишием заключительным из своего посвящения русскому другу, живущему в Нижнем Новгороде. Есть зов истории и чести народов братьев вековых. Мы были, есть и будем вместе на перепутьях роковых. Выпьем за армяна русскую-российскую дружбу. В третий день участники форума совершили экскурсию в первопрестольный святой Ачмиадзин. Дай Бог, чтобы все решения первого российско-армянского форума были притворены в жизнь и нашли свое продолжение на намечающемся этой осенью в Москве втором форуме. Дорогие друзья, вы смотрели специальный выпуск программы «Вестник», посвященный прошедшему в городе Ереване первому российско-армянскому молодежному форуму. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин